друзья всем привет сейчас уже вечер на улице минус 17 и самое время поговорить о поливе суккулентов зимой ну прям самое время но вообще знаете полив суккулентов зимой в квартирных условиях не в теплице а именно в квартирных условиях на полках под лампами намного проще чем полив в тех же условиях но весной и летом почему потому что сейчас температура у нас в комнатах с вами приблизительно одинаковое отопление работает круглосуточно температура в комнате стабильная и вот исходя уже из вашей комнатной температуры нужно подбирать режим полива но режим полива он несложный совершенно не сложный я всегда ориентируюсь на потерю тургора у суккулентов я сейчас говорю про взрослые растения про деток чуть позже скажу вот взрослые растения я просто пробую тургор листьев не знаю очень неудобно мне вот эхиверия ариэль вот я пробую смотрите вот она мягкая мягкая листики эти продавливаются точно также можно какую-нибудь рядом стоящую ну вот примеру мадибу возьмем сейчас сейчас мы ее пожмем вот у мадибы листья не очень сгибаются то есть ее еще можно не поливать то есть я провожу выборочный полив вот так рукой прощупаю быстренько всех вот пожму их с разных сторон вот так пощупаю вот так пробовать нужно обязательно нижние листья то есть верхние листья у них тургор будет держаться очень долго потому что верхние листья даже если будет отсутствовать очень долго полив то верхние листья будут питаться за счет нижних то есть верхние листья будут брать источник влаги в нижних листьях которые потом связи с этим постепенно будут отсыхать вот как вот этот вот шуршит он отваливается но неудобно мне сейчас это делать в общем его нужно оторвать он уже высох все его резерв исчерпан и поэтому нужно ориентироваться именно на тургор нижних листьев вот если они мягкие если они хорошо вот так сгинаются не ломаются то есть тот лист который тургором он сразу будет на ощупь заметен он будет упруги он будет такой тверденький вот а мало маленькие вернее листья без тургора они будут мягкие такие как тряпочки и вот только в этом случае нужно поливать у тонколистных растений потеря тургора происходит намного быстрее чем у толстолистных вот вот это эхиверия эхиверия акаехосия но я бы не сказала что у нее уж настолько тонкие листья они все-таки жирненькие такие вот смотрите если приглядеться а рядом сидит вот она эхиверия альбиканс вот она не поливалась точно так же как и вот это растение но если попробовать тургор у нее то листики намного жестче намного тверже чем у соседней поэтому исходя из этого этому растению нужно будет полива побольше а этому поменьше и точно так же все другие вот ариэль мягкие еще нужно смотреть знаете что еще нужно смотреть объем горшка в котором находится растение вот даже мне вот так что ли взять вот это растение сидит в горшке пятерка то есть само растение уже завали перевалила за пятерку и я так думаю что корни там ну не лезут еще из дренажных отверстий но уже распространились по всему грунту и вот поэтому когда у вас в руках вот такое растение когда растение заполоняет своей листовой массой весь верхний объем горшка то нужно предполагать что и корневая система у него достаточно хорошо развита а раз корневая система достаточно хорошо развита то это значит что корни будут потреблять влаги больше нежели растение меньше там где виден еще грунт и там где растение еще не полностью освоила корнями землю с большой осторожностью нужно поливать только что пересаженные растения и недавно пересаженные растения то есть те которые у вас на укоренение вот в этом случае полив должен быть незначительный очень маленький по объему сейчас я уберу вот это растение и покажу вам вот это детка эхиверия сильверпринца недавно видео я показывала как они у меня росли 4 штуки в одном горшке потом я их рассадила потому что уже пришла пора иначе они не развивались и вот она у меня пересажена но где-то недели полторы назад при посадке я ее слегка полила грунт как видите здесь очень и очень рыхлый но наверху конечно побольше камушков получилось потому что камни все легкие здесь кремневит кирпич в большом количестве здесь яичная скорлупа и вот эти все легкие ингредиенты компоненты они оказались наверху внутри конечно там чуть чуть пожирнее почва но ненамного и вот она у меня недели полторы назад была полита при посадке слегка сейчас я попробую какая она есть ну листики знаете не слишком мягкие но уже так мягковатые слегка вот я думаю что ее можно чуть-чуть полить вот у меня сосок вот так я ее полью чуть-чуть вот в нескольких местах просто смочу ей корневую систему чтобы она наращивала корни чтобы корни углублялись в землю чтобы вот этот полив небольшой он стимури стимулировал развитие корневой системы тогда когда корневая система разовьется а это мы будем видеть уже по развитию макушки по развитию розетки вот тогда уже можно будет поливать смелее но пока по чуть-чуть прям по капле по капле но знаете не по капле вот такая такой полив капельный прям именно точечный вот вот так вот прям совсем чуть-чуть час вот так вот так ну чем он ни о чем вот такой полив потому что он смачивает просто верхний верхние компоненты грунта и все и внутрь да даже дальше не проникает влага чуть-чуть побольше но не сильно вот у меня гуэрния на укоренение очень конечно капризное растение меня сегодня читала комментарии под видео и девушка меня спрашивала рассказать о суккулентах которые трудные в уходе вот я думаю что гуэрния одна из таких одно из таких растений потому что очень сложно ее укоренение ну по крайней мере у меня я рассказываю все исходя из своего опыта вот она у меня сидит уже больше месяца в этом горшке и корни она еще не нарастила молодые с теми корнями которые с которыми она пришла ко мне те корни слабенькие можно сказать полу от гнившие потому что растение сидела все привозные растения не сидели в торфе а торф как известно очень влагоемкий и если перелив этого торфа то однозначно корни гибнут успеешь спасти значит успеешь не успеешь значит не успеешь вот и вот это растение я поливаю прям совсем по чуть-чуть вот прям совсем по капельке специально его не поливала чтобы показать вам в кадре вот немножко смачивая верхний грунт так чтобы вода проникала ну на пять на шесть миллиметров вглубь вот пока пола чуть-чуть и все все это вот такой полив стимулирует развитие образование корней можно конечно ее было смазать корневином но я думаю что надеюсь что мы с ней обойдемся без корневина вот макушечки зазеленели некоторые это означает то что растение уже начало потреблять влагу из почвы но вот только некоторые макушки а у некоторых розеток вот столбиков макушечки по до сих пор еще и вялые такие сухие не знаю может могут они даже и погибнуть в общем это растение у меня первый раз обычные гуэрния стопели они неприхотливые а вот это менее гуэрния она ну я бы сказала капризненькая ну вот будем бороться не знаю что из этого выйдет конечно хотелось бы мне и выходить потому что давно я себе хотела такое растение у нее необыкновенное цветение эти маленькие мелкие звездочки обалденные вот эти две детки хиверия трампет пинки были посажены и забыты мною на долгие долгие дни и недели я сегодня просто этот горшок стоял вот за этой хиверия кайхосе то что творится за ней вот тот горшок совершенно не просматривается даже если я встану на цыпочки сегодня их просто поменяла местами когда начинала разбирать вот здесь полку думаю кого здесь полить кого не полить и обнаружила что вот этот горшочек у меня с вот этими детками просто-напросто уже умирают смотрите какие мягкие листья вот она еще держится она еще живое нормальное но уже просто кричит о том чтобы его полили сейчас мы его польем ну вот смотрите опять такое сильно пересушенные растения поливать сразу много нельзя иначе может быть перелив и растение погибнет вот сегодня я его полью чуть-чуть немного все каплю высосу вот так все сегодня я его вот так полила и следующий полив я где-то повторю наверное дня через три в таком же объеме просто если сразу бухнуть большое количество воды то растение не справится с поступившей влагой потому что большая вероятность того что корни здесь у этого растения отсохли отсохли потому что долгое отсутствие влаги и чтобы теперь нарастить и воскресить те корни которые есть и нарастить новые ей потребуется время и поэтому спешить не нужно и не нужно паниковать увидев у себя вот такое забытое растение вяленькая-вяленькая как тряпочка и не нужно паниковать и сразу лить так чтобы полилось из дренажных отверстий по чуть-чуть воскрешаем помним что это суккулент что он может находиться без воды долгие месяцы в общем ничего страшного но забыли бывает ошибка это исправляется вот в центре кадра я к сожалению не могу дальше протиснуться с телефоном в центре к кадра вот красула текта она тоже очень-очень вяленькая вот я пробую ее прям очень вяленькая и и вообще красула и водохлебая красула можно поливать не бояться что там они захлебнутся что там у них будет нет ну как бы бездумно тоже не нужно лить но вот красуле порцию воды можно лить больше чем их верия вот сейчас мы это сделаем вот видите я прям так можно сказать отдушилью с двух сторон чтобы вода проникла вот она смотрите даже сразу не питает вот она уходит постепенно 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 но все этот полив этого полива достаточно есть поливая вот такие красулы как текта как аусенсис титанопсис всегда смотрите за тем чтобы влага не попадала на рост на само растение на листья потому что вот именно вот эти красула с текстурным рисунком с текстурными листьями они очень очень так негативно отзываются на попадание влаги на листья и листья у них начинают ну не заболевать грибком и начинают чернеть но как бы знаете начальная стадия то есть вот это верхняя ткань растения портится вот здесь у меня вот на этой красуле листики коричневые я так думаю что вода на него не попадала на нее но я так думаю что это просто от близкого содержания лампы то есть она у меня чересчур перезагорела я потом когда это поняла убрала ее оттуда и вот молодые листья лезут вроде нормальные вот но знаете на всякий случай вот если вы у себя такое видите на всякий случай ними не помешает полив фитоспорином ну либо каким-то другим противогрибковым препаратом но я пользуюсь фитоспорином не знаю мне она он конечно примитивный их препарат но мне очень нравится его действие и пока эффект есть я его на другой менять не буду вот ариэль очень сложно полить не вынув горшок тем более левой рукой а правой держу я камеру ну сейчас попробую нацелюсь в общем раз с этой стороны один раз но этого мало еще раз и точно таких же два жирных крупных пшика я сейчас сделаю переверну в горшок и полью вот в этот угол в общем там и куда пролезать пролезет сосок дело в том что конечно ей уже тесно в этом горшке и ее желательно пересадить и даже не в семерку а желательно уже в девятку чтобы она нормально развивалась но пока у меня нет такой возможности потому что потому что нет места вот когда придет весна как в той песне когда весна придет не знаю вот когда весна придет несколько экземпляров взрослых я выставлю на продажу есть у меня нет несколько повторялок даже и вот когда освободится место тогда уже будет у меня разговор о том чтобы пересадить мои некоторые растения которые действительно уже заждались пересадки но пока это невозможно но ничего они не умирают стараюсь поливать их вовремя ну теснота да теснота конечно присутствует но ничего так дальше у нас вот красула и стогнал ну вот пробую сейчас можно ее полить так чуть-чуть а можно и не полить слегка можно рядом пахи фитум фревел этот из последние закупки корейской нет не помню когда она была в ноябре наверное вот с тех пор этот суккулентик у меня растет не сильно увеличился потому что полив у него редкий сейчас можно его чуть-чуть полить тоже не сильно то же самое с двух сторон с этой стороны и с вот этой стороны ну мину немножко полить мне неудобно поливать делать это все левой рукой в общем я просто вам показываю вот так так что то я еще хотела сказать а сейчас вспомнила друзья очень проблематично бывает с поливом когда у вас растут абсолютно разные суккуленты абсолютно разные суккуленты в уходе и они растут у вас в одной емкости вот здесь с поливом конечно бывает сложновато вот здесь у меня два вида пахи фитума baby finger и пахи фитум пахи фитум вот этот мелкий блюбин и вот здесь слева вот эти коричнево-красные растения это ленопиталум и еще детка уже подросшая детка эхиверия минибель варигатный вот ленопиталум он водохлеб то есть ему нужно очень частый полив и несмотря на то что это суккулент он попить любит похлебать любит пахи фитум же можно содержать очень долго без воды то есть если поливаешь вот как у меня в этом случае происходит если я поливаю ленопиталум часто то пахи фитум не справляется с той влагой которая поступает и он начинает тянуться тем более еще учесть что он у меня стоял вдали от лампы он вот такой не яркий страшненький совершенно такой ну можно сказать зеленый видите и стволик у него под вытянулся от чего это произошло от того что слишком частый полив и мало света вот если бы он рос отдельно даже если бы росли эти два пахи фитума отдельно то есть без вот этого растения то конечно же его вид был бы лучше поэтому вот чтобы такого не было нужно либо сажать садиками и компоновать растения в горшках именно по уходу то есть по схожему уходу то есть пахи фитумы с пахи фитумами и красу вы с красулами хивере с хивере ими вот и точно также всякие другие суккуленты уже ну как бы нужно знать какой уход какой полив требуется этому растению вот чтобы такого не было конечно их лучше разделить но опять же повторяюсь пока не могу их разделить ну может быть пять сантиметров каких я и найду для лена петалума наверное все-таки пять сантиметров найду вот там у меня есть я смотрю местечко нужно его отсадить опять проблема нужно сейчас идти не сейчас а может быть завтра там идти в сарай по холоду размораживать замок как-то это знаете не очень так хочется пока ну суть вы поняли да что вот растение разные по уходу нельзя сажать вместе потому что внешний вид соседа суккулента зависит конечно же от ухода то есть если вы льете много то страдает один вид растений если льете мало то страдает другой вид растения также вот при посадке нескольких растений в один горшок что хочется сказать вот здесь в этом горшке у меня растет и хивере сван лайк она точно также пересажена недавно и центральное растение крупное она более взрослая а вот эти два по бокам вот это и вот это они помельче и вот я сейчас пробую мелкие уже тургор потеряли то есть их уже как бы нужно полить и это и это вот это пока еще обойдется без полива то есть у него листики упругие ну вот что в этом случае можно сделать конечно это опять такой временный вариант в связи с нехваткой места то есть вот эта розетка она планируется для меня а эти розетки подрастут они пойдут на продажу но вот пока пока некуда мне их приткнуть было я их посадила по бокам к этой розетке вот что сейчас я сделаю я полью только вот эти растения то есть буду лить непосредственно под корни одной детки и второй детки центральное растение взрослая я трогать не буду вот так это будет примерно выглядеть наверное больше никак потому что мне очень неудобно левой рукой даже не знаю вот я сейчас смотрю на растение не знаю попадает это все в кадр или нет потому что у меня основной упор сейчас именно на суккуленты глазами все даже попала чуть-чуть под корни большого растения вот это не есть хорошо то есть если вы посадили растение то желательно посадить его отдельно либо сажать садики из одного размера из одного возраста суккулентов хотя знаете в садиках тоже какой-то берет верх начинает расти лучше какой-то отстает в развитии и получается что у вас там через три-четыре месяца уже виднеются несколько розеток в садике покрупнее и несколько помельче и вот тем которые помельче нужно больше влаги тем которые побольше нужно меньше влаги а раз у вас уход в садике в этом одинаковый то развитие происходит неравномерно и зачастую вот так вот когда несколько растений в садике и по полив одинаковый то зачастую можно ошибиться и просто-напросто залить крупное растение спасая мелкое можно залить крупное поэтому вот это тоже имейте ввиду но вообще конечно красиво садике красиво симпатично смотрится растение когда они растут в одном горшке но знаете это на мой взгляд нужно если сажаешь садик то нужно сажать его в большую емкость чтобы случае чего обращать внимание своим уходом именно на каждое растение то есть если я допустим полила маленькая то этот полив не достанет до большого ну а для этого опять нужно очень много места ну вот в моих условиях это как бы не получится ну получится конечно если я вот допустим ну к примеру вот стоит сейчас 40 горшков на этой полке да там 45 не знаю сколько вот если я уберу 1 половину оставлю 20 то можно какой-то садик сделать но я не хочу мне нравится одиночная посадка в мелких горшках маленьких и когда они в общей массе уже вот разрастаются уже даже не видно что это горшки так смотришь с высоты птичьего полета и кажется что это просто такая цветочная полянка и все полидонис какая красивая я на нее не налюбуюсь вот самая обычная розетка еще планирую тоже по просьбе моих подписчиков планирую снять видео для новичков какие суккуленты подходят новичкам ну вот это самое первое хивере которая подходит новичкам ну просто вот забегая вперед это и новичкам и старичкам и всем кому не лень то есть вот эта розетка она и красивая и неприхотливая всегда яркая всегда компактная не тянется ну в общем ладно про нее потом сейчас про полив вот про полив крупных растений это хивере это лимоненсис она крупная достаточно она сидит в горшке девятки я ее пересадила сюда и она начала дико плодить детей ой упала подставка просто вот со всех сторон ну кошмар какой-то я не люблю такое правда не люблю розетка портится то есть внешний вид ее нарушается со всех сторон лезут эти дети просто страсть вот со всех сторон вообще уже большие такие дети достаточно вот вот эта розетка кстати я заметила она очень любит попить этой хивере и здесь тоже самое определяешь либо по тургор у но на ней еще хорошо видны морщины то есть вот на листиках появляются морщинки это значит что из этого листа стала уходить влага верхние листья вот смотрите не знаю как приблизить ну вот видно видно да что морщинки появляются вот два нижних листа на заднем плане и на переднем плане вот эти морщинки продольные они говорят о том что растению не хватает влаги ну вот ее я льет души прямо души илью но сейчас не буду я ее лить и показывать поддон у нее упал от мне нужно камеру будет класть чтобы подставить поддон в общем ее я проливаю чтобы вода были выливалась из поддона ну то есть это уже проверено и вреда это ей не наносит еще хотелось бы сказать несколько слов о поливе агавоидных эхиверий с агавоидными эхивериями очень нужно быть аккуратными в поливе даже несмотря на то что вот допустим вот это растение эхиверия моего уже забыла как ее зовут рубидона ее зовут вот даже не пришлось на стикер смотреть кстати я наверное штук 20 стикеров все-таки насквозь на свой склероз прилепила вот так что я теперь без горя не на многих на каких хватило сил и терпения короче вот здесь вот листик вот этот нижний по не по нем уже можно сказать вот самый нижний листик не знаю не видно наверное будет вот тот вот которых под юбкой у него уже видны морщинки на этом листике и это говорит о том что растению уже не хватает влаги что его можно полить вот его можно сейчас и не поливать что я и сделаю я его сейчас поливать не буду то есть если его пощупать вот так тургор листьев еще хороший то есть она не сильно гнется и не сильно эти листья мягкие поэтому поливать я его сейчас не буду даже несмотря на то что вот этот листик сморщинился там еще один слегка подвял внизу вот пока я этого делать не буду потому что в боговоидных эхивериях запас влаги намного больше чем в тонколистных эхивериях допустим вот как вот вот в этой вот это уже вот как тряпочка ее надо поливать вот у нее это говорит о том вот эти корни воздушные говорят о том что ее прямо край нужно поливать она всю зиму хочет пить полив у нее редкий вот и в общем корни и образование корней зачастую говорит о том что растению не хватает влаги но агавоидных такого не происходит у них настолько мощный запас влаги в листьях что они просто-напросто могут у вас три месяца простоять без полива и не отсушить ни одного листа и излишняя влага для этого растения будет просто губительно растение у вас может просто ее не принять и сбросить листья листья станут прозрачными постепенно отвалится если успеете спасти макушку отрубите голову то успеете если не успеете то поразиться ствол и тогда все листья у нее отвалится там буквально за два дня пыталась пыталась подлезть с камерой к вот этим агавоидным эхиверием но везде блики от ламп и в общем растение не просматривается но вот этот угол наверное от вот такая вот страсть постоянно даже не знаю с какого угла зайти и весь но ничего не видно так что ли но все равно плохо видно очень либо поднимать лампы либо убирать их совсем в общем не просматриваются ну вот здесь у меня в этом углу стоят агавоидные хиверии которым нужен очень очень редкий полив очень редкий я их не поливаю даже тогда когда листики уже вот эти становятся мягкими потому что смотрите вот даже если учитывая то что у этой хиверии очень редкий полив то на полив на любой она может вот так реагировать вот видите вот это вот бородавка на листе как бы на рост это лопнула ткань от того что растение было не полито и хлебнула влагу хотя я ее не дуриком поливаю я и по чуть-чуть поливаю и все равно видите вот вот эти точки эти разлопанные листья говорят о том что растению когда-то ну вот здесь вот тоже шрам на листе это от того что лист распёрла от воды то есть вот такое допустим растение среагировала так то есть лишняя влага вышла через разлопанные листья и испарилась а может такое не произойти ткани в листьях будут очень упругие и если лишняя влага попадает в растение растение не справляется с этой влагой то просто листья отваливаются становятся прозрачными и что вот я говорил несколько минут назад они они просто погибают эти розетки друзья вот это растение у меня на выдержке то есть она у меня не поливается примерно два месяца это эхиверия полидонис мехико вот за эти месяцы я не знаю может быть один листом где-то на сушила в основном она нормальная и я бы не сказала что она прям такая мягкая как тряпочка то есть достаточно еще в листьях влаги ну и не буду я ее поливать до тех пор пока пока она совсем не станет мягкой ну просто мне хочется проверить сможет ли вот это растение ну или ему подобные жить без полива там три месяца вот такие эксперименты проводить нужно именно с крупными растениями у которых уже хватает жизненных сил чтобы выстоять засуху с мелкими детками этого делать нельзя а поливе деток немножко скажу и нам закругляться детки поливаются конечно же чаще чем крупные растения но опять нужно учитывать размер деток то есть если детка уже достаточно взрослая но вот здесь вот эту уже розетку детка и уже не назовешь потому что она ну четыре сантиметра наверное к пяти даже поэтому это уже взрослая розетка и она такая упругая то есть ей и полив и не нужен если он будет точно такой же полив как вот этой детки которая рядом сидит вот эту детку нужно маленькую из листика поливать раз три дня по чуть-чуть чтобы наращивать ей корни если я буду поливать раз три дня вот это растение то она просто погибнет однозначно погибнет и вот это погибнет но сначала вытянется но сначала станет таким страшным ужасным корявым и потом пойдут вот эти необратимые процессы вот поэтому деток нужно поливать почаще мелких деток ну опять же здесь нужно смотреть на вид на вид вашего растения на вид вашей детки вот детки и хиверий они более требовательны к поливам детки седумов они могут обходиться без полива очень долгое время ну вот у меня здесь седум рубротингтум света конечно же маловато потому что лампы у меня видите лампы кончаются вот здесь последнее освещение и вот эта часть вот эта часть под лампу не попадает поэтому они здесь зеленоватые и вот в этом случае нужно поливать их совсем редко потому что света им не хватает но так как здесь находятся не только крупные детки но и вот такие малюгавки то полив конечно же все равно я осуществляю в результате чего вот эти детки конечно же начинают тянуться терять окраску но не гибнут потому что потому что все таки я стараюсь поливать именно под мелкие растения а под крупные детки влаги достается все равно меньше но в идеале и и вообще должно быть еще в разы меньше потому что эти растения уже полноценные это уже достаточно крупные детки которые могут достаточно долго обходиться без воды но все друзья наверное немножко осветила эту эту тему то есть основной вывод какой если перед нами суккуленты то лучше не долить чем перелить чтобы не было обратной реакции растений чтобы растению вас жила и радовала вас долгие годы потому что недолив от недолива отходить растение можно от перелива уже этого сделать будет нельзя но все друзья всем спасибо за просмотр пока пока и до новых встреч пока 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 Продолжение следует...